итак мы с вами изучаем тему отношений так мы не можем уйти друг от друга но и жить вместе тоже не можем почему первая причина мы неправильно понимаем любовь и это очень сложно понять что такое любовь вот даже я сейчас читаю лекцию на эту тему а мне так нравится послаждаться чтобы мне хорошо было в отношении с женой чтобы я испытывал от нее счастье понимаете несмотря на то что я постоянно говорю об этом у меня в сердце все равно такие желания возникают это неизбежно они будут возникать просто надо знать правду правда заключается в том что влюбленность не является гарантией счастье а наоборот она является рискованными таким моментом который может разрушить часть приведу пример например если человек сильно влюбился а влюбленность это эгоистическое чувство я хочу быть с тобой эгоистическое чувство я буду с тобой ну то есть знаете эгоистическое сильное желание и это чувство выматывает человека не один раз девушка и парень пришли на лекцию парень сильно любит девушку девушка поднимает руку дали геннадь чего-то устала от этого всего но она такая она хорошая то что на это с обычно сразу бросают она терпит она говорит я устаю я не могу с ним находиться он поднимает руку такой встает и говорит олег геннадь мы не устали друг друг друга у нас все классно вот мы друг друга любим она стоит молчит я говорю вы согласны с ними ну в общем то конечно я согласна говорит он вот видите олег геннадь что-то видите согласна я говорю давайте послушаем гордоле геннадь что он из меня все силы уже высосал мне нет сил я не могу никуда посмотреть я не могу ничего сказать никому не могу дружить подружки они ему с мамой поговорить потому что его трясет от всего этого ведь человек захватил объект любви то есть он контролирует полностью шагу не дает ступить то влюбленность любовь по-другому действует любовь дает возможность человеку наоборот иди с мамой поговорили всем желаю счастья заботиться обо всех ты женщина любовь потому что человек который любит он понимает природу объекта своей любви но влюбленность заставляет обладать я хочу обладать я хочу быть с тобой обладать влюбленность это эгоистическое чувство которое всегда и везде выматывает человека просто влюбленность бывает обоюдной насколько то просто эта штука перетягивает понимаете если я сильно влюбился очень мало шансов что человек может это выдержать я перетягиваю энергию любви на себя просто так перетянул ее и человек говорит у меня пусто в сердце что-то я раньше сначала полюбил этот человек потом пусто в сердце стало почему потому что он перетянул ему сильно хочется любовь он перетянул все у него нет сил и это перетягивание увеличивается с возрастом людям с возрастом замечают что раньше вроде бы взаимные были чувства а сейчас или я люблю человека он меня не любит или он меня любит я его не люблю это называется перетягивание качели потому что с возрастом влюбленности становится меньше человек должен создавать отношения уже на другой платформе на платформе разума куда мы идем как мы друг другу относимся может хотим мы друг другу служить или нет хотим мы заботиться друг о друге или нет вот это вот основа потом отношений не только те кто создает семью а также те кто уже создал влюбленность заканчивается всегда и у всех я так хотелось чтобы всегда чтобы лето не кончалось чтобы она повсюду мчалась за мной след это хочу чтобы всегда у меня была любовь жизни влюбленность это иллюзия неправильное мышление так никогда не бывает потому что влюбленность это подарок где вы видели чтобы всегда человек получал что-то бесплатно какое-то наслаждение влюбленность же это наслаждение получаю что-то постоянно бесплатно получаю 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 а где вы видели что это не заканчивается всегда заканчивается а что дальше и вот люди обычно ставят точку где-то три года влюбленность идет потом еще три года где-то люди пытаются ее воссоздать восстановить то есть пытаются как-то ну вымучивать друг из друга и и потом где-то через шесть семь лет в основном все разводятся это вот статистика 90 процентов всех разводов это где-то вот этот срок 5-7 лет когда влюбленность прошла а дальше ничего нет а почему ничего нет а потому что мы не знаем что такой любовь любовь это не влюбленность любовь это когда ты благодарность от человека начинаешь чувствовать в сердце ты для него что-то делаешь видишь он благодарен я за все за все тебя благодарю это любовь когда я вижу что человек он принял меня как личность вот я теперь для него вот весь вот такой какой есть хороший это любовь вот вы со всеми недостатками я хорошей для этого человека и я поэтому буду с ним жить потому что кто мне еще примет между ног недостаток этот счет принял меня зачем не выбросать я чувствую спокойствие с этим человеком когда домой иду я дома отдыхаю не хорошо дома потому что не спокойно потому что этот счет надежный это любовь верность верю в тебя дорогую подругу мою это вера от пули меня темной ночью хранила радостно мне я спокоен в смертельном бою знаю встретишь с любовью меня чтоб со мной не случилось представляете то есть человек война идет там пули летят а он ему не страшно потому что он знает что его ждут и меня ждешь и у детской кроватки не спишь и поэтому знаю со мной ничего не случится представляете какая сила идет от верности что человек даже может погибнуть бою за это верность такая сила это называется любовь уже это любовь это несовместимость сексе вы как бы приходите к сексопатологу говорите у меня чего-то любви нет с этим человеком он говорит сейчас я расскажу он все знает сексопатологу что такое любовь это все равно что прийти к человеку который сапожки забивает и спросить его поэзии любовь это не трение палочек и колбочек любовь это божественная вещь которая соткана из бескорыстия чистоты самоотдачи самопожертвования любовь и любовь начинается не в семье она начинается просто с того что человек себе это культивирует многие люди говорят почему мы не можем жить вместе а потому что вы не умеете не учитесь любить любить учиться означает служить заботиться человек несмотря на его недостатки терпеть прощать наказывать это другая сторона любви тоже любовь наказывать а если вы накажем вообще уйдет нет если по-доброму накажем не уйдет учись правильно наказывать то есть нужно по добру нужно с добротой оказывается есть строгость понятия сейчас современной западной культуре строгость вообще отвергают ювенильная юстиции означает строгости никакой не должно быть только вот так это не любовь значит тебе этот ребенок не нужен потому что если ты хочешь чтобы он был хорошим человеком нужно спада по-доброму строгость нужна и терпение на сначала чтобы быть строгим надо сначала принять этого человека мне не нравится что он двойки получать прими это твой ребенок твоя судьба прими тебе должно нравиться а потом воспитывай уже по-доброму когда ты все принял потом можешь воспитывать и он будет благодарен в жизни начало прими все что у ребенка есть прими у жены и мужа все надо принять первая стадия любви принятия итак есть три стадии любви первая стадия принятия вторая уважение и третья верность принятие означает это то что человек сначала просто молится он думает блин люди раньше они когда под венец шли плакали сейчас все это свадьба пела и плясала вот а потом варежку разгрызал не знает как устроена жизнь а жизнь совсем по-другому устроена когда влюбленность заканчивается кайфа нет уже люди начинают ругаться почему потому что надо уметь служение добывать часть заботиться близком а чтобы заботиться надо понять что делать а мужики не знают какая женщина а женщине знает кто такой мужчина как заботиться вот допустим что самое важное для мужчины а чё шахматы чё самое не мужчины молчат вообще женщины говорят тихо тихо женщины для мужчины важно не для женщин для женщин надежность а для мужчины что самое важное а ваше что значит уважение правильно вот смотрите сейчас не ничего хочет нет ничего хочешь смотрите и для женщины и для мужчины самое важное уважение но уважение для женщины и мужчины разное вы должны понять что значит уважение к мужчине вот что самое самое сверх ценностью мужчины что самое ценное мужчины в жизни нет ни свободы ни независимости самое ценное в жизни мужчины это победа самая большая трудность в жизни мужчины это чувство собственное несовершенство неполноценности он страдает страшно от этого мужчины точно так же как женщина страдает от страха и незащищенности и дисгармонии с окружающим миром женщина женщина нужна гармония защищенность и чтобы было спокойствие в жизни не было страха понимаете женщине человек мужчине очень важно чтобы он чувствовал собственную значимость что он был постребован в обществе чтобы он был полезен чтобы у него было любимое дело чтобы его уважали как старшего как мужчину как сильную личность как мудрого человека и так далее вот что для него ценно и женщина должна это делать раньше чем мужчина таким стал вот допустим какая женщина достойна нежности заботы ласки внимания доброго отношения какая женщина достойна развитая женщина но к любой женщине надо так с любой женщиной себя вести просто из чувства долга это называется первое и самая главная аскеза в семейной жизни мужчина должен очень аккуратно очень нежно по-доброму обращаться с женщиной но у каждого человека в этом мире есть желание счастья которое является причиной его страданий во 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 и во 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 во